Всем привет! Это программа Эх, дороги! Меня зовут Илья Матушкин. И сегодня я расскажу вам о двух опасных ошибках в ПДД. Спойлер! Наши законодатели с треском провалили тест на внимательность. Поехали! Начнем с простого. Поставьте видео на паузу и подумайте, можно ли, согласно правилам, парковаться на газоне. Кажется, это вопрос с подвохом. Именно так. Согласно ПДД, парковаться на газоне можно. Точнее, это не запрещено. В правилах нет определения, что такое газон. Его статус никак не определен в тексте. Слово «газон» вообще упоминается лишь однажды, в пункте 1.2. И речь идет про тротуар. А, ну все понятно. Паркуемся на газоне безнаказанно. А вот и нет. Тут и правда есть подвох, так как помимо правил есть региональные законы. В каждой области, крае и так далее свой маленький коап. И вот в некоторых таких коапах есть штраф за парковку на газоне. И определение, что такое газон. Правда, у всех оно разное. Например, в Москве, Питере и Рязани за такую парковку вас накажут. А вот в Саратове хуже нет. Все ясно. Но ты же сказал, что это опасные ошибки в ПДД. Ну да. А как же вред окружающей среде? Едем дальше. Что вы знаете о круговом движении? Ну там типа круг, ты в него заезжаешь, и все едут против часовой стрелки. Ага, круг против часовой, то есть в одном направлении, как при одностороннем движении. А почему так? Кто сказал, что на кольце двигаются только в одном направлении? Это же обычная проезжая часть, только изогнутая. Там есть перекрестки и полосы для движения. А мы знаем, что если нет знака 5.5 одностороннее движение, то по умолчанию дорога двухсторонняя. Не верите? Давайте откроем в ПДД определение знака 4.3. Круговое движение. Там написано, разрешается движение в указанном стрелками направлении. Ну вот как стрелки нарисованы, так ты и должен ехать. Топ, стоп, стоп. Где тут слово «должен» или «обязан»? Тут написано «разрешается». Ну вот вам жена разрешила сходить в кафе? Но это же не значит, что она запретила вам сходить в соседний магазин. Что не запрещено, то разрешено. Да ты гонишь! Гонят наши законодатели. В ПДД не указано, что круговое движение должно быть односторонним. Более того, раз это обычный перекресток, то и въезжать на него надо только с соответствующей полосы, если знаки не говорят иное. Этим выпуском программы я не хочу научить водителей плохому. Моя цель – побудить водителей и чиновников внимательнее читать ПДД, думать и анализировать написанное. Самые простые на первый взгляд вещи могут оказаться очень запутанными. Удачи на дорогах!